Итак, продолжим. В предыдущем эпизоде мы пришли с вами к выводу о том, что полученный ряд для функции f от z представляет собой экспоненту, то есть показательную функцию. И мы только что поняли, что это подтверждается вот этим функциональным уравнением. То есть наша функция ведет себя как показательная функция. Для этого нужно еще проанализировать поведение этой функции при стремлении аргумента к нулю. То есть, другим словом, что мы должны выяснить. Что если наша функция f от z это показательная функция, то, соответственно, мы должны найти основание этой функции. То есть, что мы возводим в эту меняющуюся степень. Другими словами, наша функция должна записываться в таком виде. То есть, это функция от единицы в степени z. И вот эта функция от единицы, это как раз есть основание вот этой степени. Для этого нужно проанализировать поведение этой функции. Ну вот, собственно, рассмотрим предел этой функции при стремлении z к нулю. Но можно подставить просто в ряд, в полученный ряд, подставить ноль, и мы получим единицу. То есть, если вернуться к полученному ряду, если мы сюда везде подставим ноль, то у нас останется только единица. Правильно? А вот. Соответственно, при стремлении z к нулю мы получаем единицу. То есть, это еще раз подтвердает, что это показательная функция. То есть, что-то возведенное в ноль, в степень ноль, да, единицу. Ну и мы можем оценить нашу функцию вот следующим образом. То есть, сама функция больше единицы, да, потому что это единица плюс что-то, да, если это неравно в ноль. И сверху мы, опять-таки, оцениваем геометрической прогрессии, да. Ну вот сумма геометрической прогрессии вот так у нас записывается, как обычно, да. Отсюда, соответственно, мы можем убедиться в том, что все-таки наша функция – это действительно показательная функция. То есть, можно еще раз смотреть небольшие приращения аргумента, да, то есть, если у нас есть аргумент, есть какое-то приращение, стремяющаяся к нулю, то по вот этому нашему функциональному уравнению это вот так переписывается, соответственно, да, и функция от h, стремяющаяся к нулю, это единица, да, то есть, в итоге, мы получаем просто f от a, да, то есть, все это подтверждает, что это не что иное, как показательная функция, это экспонент. Вот, и, соответственно, мы можем найти значение функции от единицы, да, вот что нужно вот для этого, да, подставив дивизию вместо z. То есть, в наш ряд мы подставляем дивизию и получаем вот такое вот выражение для основания этой показательной функции, да. И вот эта вот величина, то есть сумма этого ряда, называется вот так вот е, это число е, это число элера. Вот, это вот известное такое вот обозначение, очень, скажем, знаменитое, очень важное обозначение. Вот это вот число е, которое примерно равно там 2,7, записывается в виде такого ряда. Ну вот, а если мы, соответственно, вместо единицы подставляем z, то вот мы получаем вот это вот е в степени z, и е в степени z откладывается в такой ряд. Вот здесь мы получаем вот это вот знаменитое, в общем-то, разложение в ряд вот этой вот функции е в степени z. То есть, разложение экспонента в ряд. Вот мы его получили. И, собственно, здесь нужно еще предварительно ответить на вопрос о том, как, собственно, оценить величину вот этого числа е. Ну, что можно сделать для этого? Вот, опять-таки, мы оценим с помощью геометрической прогрессии. То есть, снизу мы возьмем оценку 2, то есть е точно больше, чем 2. То есть, подставив туда детьмицу, мы получим 1 плюс 1 плюс что-то, то есть это точно больше, чем 2, да? А сверху мы оценим опять-таки геометрические прогрессии с поднимательом 1, 2. И такая геометрическая прогрессия дает нам тройку в сумме, ну, по известной формуле суммы геометрической прогрессии. Тем самым у нас грубая оценка дает вот такой места, что е находится между 2 и 3. Ну, чуть более точная оценка, тоже, в общем-то, грубая, конечно, но чуть более точно дает нам вот такую величину, то есть первых цифр после запятой, да? Вот такое выражение. Это можно получить следующим образом. То есть, я отсюда просто могу посчитать, как бы на пальцах. То есть, мы берем 1 плюс 1 плюс 5 десятых, дальше мы 5 десятых делим на 3, получаем вот это вот 0,1666, дальше мы это делим на 4, получаем вот это, это делим на 5 и так далее. То есть, это как бы последовательное вычисление бактериала, да? Вот, пока не надоест, вы можете сложить вот первые вот эти результаты и получить что-то вот подобное. Ну, можно продвинуться еще и получить дальше. Это, конечно, не точное вычисление, но это способ для того, чтобы получить вот первые несколько знаков. И тем самым мы получили вот это приближенное значение для E. Ну, вот здесь мы еще доказываем попутно, что E это иррациональное число, то есть оно не представимо в виде дроби, да? Иррациональное число не представимо в виде дроби. Ну, здесь доказательство идет от противного, то есть пусть E представим в виде дроби, мы используем старую оценку, которую мы уже раньше написали, поставив здесь единицу, да? И просто приходим к противоречию о том, что, то есть, преобразовавши немножко, приходим к такому противоречию, да? Что какая-то дробь, умножив все теперь на M, мы получаем, что вот какое-то целое число находится между двумя такими величинами. То есть, это целое-целое, а это какое-то дробное число. Такого быть не может. Ну, и вот в итоге, последний штрих, так сказать, на этом этапе, это не конец, но это уже вот такой, как бы, этап, мы ничего не сказали о том, как мы вводили вот наши эти альфа-иты, когда мы изначально делили наш единичный отрезок времени на огромное количество мелких промежутков. То есть, мы никак себе не ограничили в выборе способа деления, да? В том числе, можно разделить просто наш единичный отрезок времени T на N частей. То есть, поделить все вот так вот, да? То есть, T делить на N. И тогда, соответственно, все наши вот эти вот скобки с разными альфа, да? То есть, альфа первая, альфа вторая, альфа третья, превратятся в одинаковые скобки. Вот. А раз они превратятся в одинаковые скобки, то это просто будет как бы одна скобка, одинаковая скобка в N-ой степени, да? То есть, тем самым, вот этот вот наш большой ряд такая вереница разных скобок превратится вот в такую короткую емкую запись, да? То есть, это вот такая скобка в N-ой степени. То есть, степень показывает количество вот этих вот альф, да? Которые на всех одинаковые стали. Тем самым, мы получили выражение для экспонента вот в таком вот емком виде. То есть, тоже очень известная формула. Вот. И отсюда, соответственно, мы получаем и выражение для самого числа е. То есть, подставив вместо z единицу, да? Поскольку е – это основание вот этой экспонента, да? Мы получаем выражение для числа е. Это вот предел вот такой величины при N, стремящейся к бесконечности. Вот это вот, собственно, очень естественное такое вот наглядное получение вот этих вот знаменитых формул. И плюс получение вот этого ряда для разложения экспонента. вот то, что мы раньше получили. Я считаю, что вот этот вывод написан очень органично. Он непростой. Тут надо посидеть, подумать, с этим свыкнуться. Ребенок должен, конечно, все это осознать. Это не дело одного дня. Но я считаю, что вот здесь все гладко обоснованно рассказано вот до этого момента. Теперь дальше мы должны будем уже, собственно, изучать обратную функцию. Функцию обратную к экспоненте – это логарифм. Но также, как мы увидим дальше, эта функция дает нам возможность проанализировать поведение бесконечно малых величин. О чем мы будем говорить позже. Пока остановимся здесь.